Привет, это Смертальная Вспышка! Мы находимся в лесу, и тут кое-какие небольшие новшества у меня появились. Короче, смотри, это мой дом. Разбитый лесничий дом, который здесь был. Куча всяких деревяшек, хлам, короче, валялся. Его теперь здесь нету, убрали, пофиксили. Во-вторых, у меня сменилась тачка теперь у меня. Смотри, какой аппарат. Крутая тачка, буду на ней рассекать. Теперь боевая вообще мощная ласточка. Эй, да, у нее багажник появился. Теперь могу в багажник закидывать кучу всего, помимо АК. В этот раз я его не нашел. У меня есть снайперская винтовочка. Будем расстреливать зомбари издалека. У них, кстати, теперь еще отлетает и башка. Вот, потом что... А, рулежка, рулежка, пойдем покажу, что еще изменилось. Теперь мы наконец-то рулим, как нормальные чуваки. Вот, видишь, крутим-вертим. Это здорово. Выходим с тачки. Сейчас нам нужно пройти с тобой обучение, чтобы дальше путешествовать по миру. Собственно, следуем указаниям. Развести костер не проблема. А нам же и не нужен молоток. Нам нужен наш инвентарь. Кстати, русский появился. Да-да-да. Еще и русский добавили. Но он такой коряво переведен и через Google Translate. Значит, костер. Где у нас тут кострище? Какой костер разведем? Можем камин построить. Из камня. Ну, а, это печь. Ну, как бы нафиг оно надо. Значит, вот, костер. Создать. Все готовенько. Построим его, наверное, здесь вот. Строй. Костер готовь. Теперь нам нужно сделать копье. Давай посмотрим, что там для копья надо. Походу, мы сейчас охотиться пойдем. Жрать уже захотели, да? Ветки нужны. Ну, веток у меня полно. Копье готово. Вот оно. И что нам говорят? Подожди, пока птица приземлится. Затем бросьте копье и убейте ее. Начинайте охоту. Охота. Да-да. Иди сюда, птичка. А с лету я ее собью, нет? Опа, просрал. Ладно, не страшно. Сделаем еще одно копье. Че, где наше-то не пропадало? Шестерочка. Так, значит, надо подождать, пока птица сядет. Вон, 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 следим, следим. Охота началась. Спрятимся за кустик. Выжидаем нашу добычу. Подойдем поближе. Начинаем метиться. По-моему, попаду прямо в нее. Кажется. Давай. Есть попадание. Освежевайте птицу, получите мясо от мертвых птиц. Ну, мы в прошлый раз вообще с волком разбирались. О-о-о. Достанем ножик. Ножик. Вот он. Освежевать. Сейчас достанем, значит, мясо и перья, возможно. Перья нам нужны для лука. Е-е-е. Ну, вот, собственно. И костик. Значит, птичку освежевали. Теперь говорят, приготовьте мясо на костре. Взаимодействуйте. Чтобы разжечь костер, нам нужны дрова. Спичули. Коробки спичек лежат у меня в машине. Я их наторил в прошлом городе, где только мы начинали. Так что в багажнике у меня их куча. Вот смотри, сколько спичек. Берем, значит, спички. И сейчас все у нас будет гореть. Поставим мясо. Приготовим вкуснятину. Перекусим. Значит, мясо добавляем сюда. Вот, мясо есть. Теперь разжечь костер. Чем разжигать? Спичками, конечно же. Можно было и камнями, в принципе. О, горит. У-у-у, прикольно. Вот он, мясо жарится. От души. Приготовьте мясо на костре. Но оно готовится. А как долго оно будет готовиться? А, вот, тут даже написано. Кукинг. Таймер есть. Ну и отлично. Смотри, кролик прямо на меня бежит. Ты что, с ума сойти, что ли? Так. А! Понятно, патронов нет. Ну ладно. Беги, зайчик. Сегодня твой лаки дэй. Так что, ты будешь жить. Мясо у меня, наверное, сгорит. Все, забираем мясцо. Зомби-волна наступает через... Тут зомби-волны есть. Через 26 секунд они нападут. У-у-у. Убейте всех оставшихся зомби. Нифига себе. Ладно, иду сюда, перекинем. Так, а что, реально у меня патронов нет? Не, нету. О-о-о. Хотя у меня тут есть какие-то патрики. Так, сколько у меня в пестике? В пестике у меня 15. Я думаю, что надо копье сделать. Давай сейчас копье сделаем. Ну что, наступайте, давайте. Всех раскидаю. Три зомби на меня сейчас нападут. Вон они бегут, смотри. Вон там. Вон там. Так, а можно же приблизить. Я что-то хаваю. Мяс хаваю. Нафиг мне это мясо. Смотри, какие они страшные. Короче, я прочитал предысторию. Оказывается, радиация. Радиация сгубила людей. Они превратились в монстров. Они вначале умерли, а потом восстали. Ну что, ребятки, вы залезете сюда? Ух ты, а вы залазите? Ничего себе. А я думал, вы не умеете лазить. А ну, отошли. Отошли от меня, говорю. Ладно, покажу тебе, как бошки отлетают. Бах! Нет бошки. И они, кстати, по цветам отличаются. Смотри, вот этот свеженький. Недавно вылупился. Да, отойди ты. Вот, сейчас тебе под легкие затолкая палку. Вот, а я палками буду долго мучить этих зомбарей. Сейчас чашлик сделаю из зомбирятини. Все, зомби-волна закончилась. Следующая волна через пять дней. Скрафтите спальный мешок. Распакуйте спальный мешок, чтобы отдохнуть. О, уже и ночь. Смотри, смотри, как быстро наступила ночь. Ничего себе. Благо, костер есть. О, темень какая. Девятнадцать, двадцать. Двадцать ноль ноль сейчас. Ну, пока обучение идет, так что... Время суток тут быстро меняется. Спальный мешок, значит, нужен, да? Окей. Он у нас, вот он. И у меня как раз достаточно тряпок, чтобы его скрафтить. Но у меня все битком. Пойду в тачке что-нибудь выложу. О, еще один. Так, а если я в тебя прям... Прям вот... Так вот. И сразу же как... Ножик, ножик, ножик. О, я могу вытащить с него? Еще раз кинуть? Серьезно? А, нет, места нет. На, не, на, не. В рука Пашечку. Ну, вот как-то так. Значит, что мы тут? Грибы давай сюда перекинем. Палку заберу. Фух. Стремновато, мальца. Туман даже какой-то появился. О, надо, кстати, проверить фары. Как на тачке фары работают. Ну-ка, фары. Эй. Попробуйте. О, е. Я теперь могу освещать. Давай-ка ближе к дому подъеду. Освещу себе полянку. Вот так вот. Если я не выключу, фары горят. Но надо не забывать, что аккумулятор может из-за этого высаживаться. Аккумулятор у меня пока бодрый. Пока нормуль. Ну, ничего себе придумал. Себе подсветил так полянку, так подсветил. Значит, спальный мешок. Место есть. Делаем. Готово. Теперь тебя надо где-то расстелить. Вся проблема в том, что мешок что-то не кладется никуда. Как его использовать-то? А, тут же для идиотин написано. Двойным щелчком распакуйте спальный мешок и используйте его для отдыха. Двойной щелчок. Все, спальный мешок распаковался. Строить. Ну, чудесно. Можно будет сейчас подрыхнуть. Пойду свет сейчас вырублю. И будем спать. Или не вырубать. Проверить, насколько сядет батарея. Да, давай проверим, насколько сядет батарея. Все ли тут продумано разработчикам? Взаимодействовать. Сколько спим? Ну, поскольку сейчас 8 вечера, можно поспать 12 часов. Спать. За добрым утречком. Свет горит. Давай посмотрим, что с аккумулятором. А, с аккумулятором все пучком. Ну ладно, поскольку день, можно вырубить свет. Все, выходим. Значит, вода. Найдите реку и взаимодействуйте с водой. Хорошо. Тут вода, в принципе, недалеко. Зря из тачки вылез. Поехали. Полицейский разворот. Не получился полицейский разворот. Мне на этой тачке больше нравится, кстати, ездить. Она такая балдежная. Прикольная, крутая. Вот, вот тут где-то было озерцо. Я гоняю, как маньяк. Дрифтуем. Нормально, подъехали. Значит, вот вода. Взаимодействовать. Что мне с ней сделать? Ватер. Попейте. Наполнить ботылки могу. Пить грязную воду. А зачем пить грязную воду? Я не хочу. Подсказка. Вы можете получить грязную воду из рек и озер. И превратить ее в пресную воду с помощью горшка. С помощью горшка. Обычно горшками по-другому пользуются. Особенно маленькие дети. Также вы можете пить грязную воду, но урон будет нанесен для вашего зрения. Там рыба есть. Рыбу можно... Подожди, где мое копье? Копье. Я его вытащил, но походу оно сломалось. Блин, рыбу можно было половить. Так, добыча. Найдите шахту, чтобы собрать особые минералы. Используйте компас, чтобы найти шахт. Компас у меня есть. Шахты, шахты. Вон там шахта есть, смотри. Там мой дом. Шахта там. Больше шахт нигде нету. Че, сейчас поедем. Значит, садимся в тачку, поехали в шахту. Посмотрим, что там у нас. Че там у нас в шахте? Какие прекрасные колеса. Я езжу, как будто на джипе. А, вон она, эта шахта, по-моему, да? Это же она? Вон туда нам надо. Кажется, она. Но у меня нету кирки. Ее надо бы сделать. Ух, как там страшно. На тачке заедем? Давай. А, все, это вся шахта, что ли? Фу ты, давай задний ход. Не будем туда заезжать. Тьфу, шахты. Одно слово. Ну и че мы тут имеем? Куча минералов. Да, да, шахта. Блин. Это просто пещерка небольшая. Ну че, давай кирку делать? А, у меня же, чтобы кирку сделать, нужно веревку найти и камень. Для этого вооружаемся, значит, ножиком и нужно найти кустики. Камни-то мы тут сейчас найдем. Я надеюсь на это, что мы их найдем. А кустики? Да их тут полно, мы же в лесу. Их должно быть полно. О, еще одна пещерка. И табличка есть. Используйте кирку для добычи полезных ископаемых. По всему миру есть шахты. Минеральные валуны случайным образом возрождаются через некоторое время после их уничтожения. Окей. Майн. Вот это уже похоже на шахту. Вот это. Ну хотя, такая себе тоже пещерка. Нет, это не шахта. Это просто пещерочка. А вот и кустики. Сейчас подрежем их. Еще, кстати, смотри, анимация камеры появилась. Она двигается вместе с руками. Что ты делаешь руками, так и двигается камера. Раньше этого тоже не было. Так что улучшение налицо. Все, с растительностью все пучком, все подобрал. Веревка имеется. Осталось найти камушек. Еще один камушек. Каменюги, блин. Где вы? О, кабан. Надо от него подальше держаться. Вот и камни, кстати. Давай, забирай, забирай, забирай. Кирка сейчас у нас будет. Правда, я не знаю, куда ее затолкать. Вот содовую давай сюда. Кирка. Создать. Каменная кирка, сделанная из говноя палок. В принципе, как и все, что у меня сейчас в рюкзаке. Кроме оружия, современного оружия. Ну, в принципе, вроде... А, ну и куда мы все будем добывать, если у меня места нет? Пойдем, как в тачке, подразберемся немножечко. В багажник скинем лишнее. Я снова у шахты. Достоим кирку. Моднявую, крутую кирку. Не знаю, что я смогу добыть. Но попробовать надо. Значит, копаем. Колем и добываем. Нам нужно добыть минералы. И с них потом построить печку. Вот это что у нас? Железо. Железо, это хорошо. Добываем его как можно больше. Потому что у нас, скорее всего, будет железная печка. Надо, кстати, посмотреть. Печка у нас из чего делается? Печка, печуля, печечка. Она из камня. Ммм. А, нам нужно печь построить для того, чтобы потом переплавить минералы. Вон они что. Окей. Это у нас что за минерал? Алюминий. Нифига себе. А вот это что за баллон? Что это такое? Меч, что ли? Сейчас посмотрим. Последний удар. Итак, это у нас медная руда, действительно. О, а это что такое? Зелененькое. Может быть, изумруд? Ну-ка, ну-ка. Или рубин какой-нибудь. Не, рубин он красный. Чего? Серная руда. Серая разве зеленая? Ну, допустим, в этой игре она пускай будет зеленая. Вон там вот кусочек, что-то не забрал. Да, решил, короче, заскочить еще в пещеру, где остановился. И тут тоже все минералы собрать. Ну, все. Все минералы, короче, собрал. Кирку сломал нафиг. Как ломается кирка? Она просто исчезает из рук. Нет никакой анимации, что щепки в дребезги разлетаются. Что-то тебе попадает в лицо, и ты орешь из-за того, что у тебя занозы в носу. Ну, нет, такого нет. Значит, возвращаемся домой. Строим печку. Все это дело плавим. Ух, главное не влететь в дерево. А то потом капец. Помнишь, как в прошлом серии... О, я перевернулся. Вот этот поворот. Давай, 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 давай. Тачка красава встала. Встала, молочек. Помнишь, в прошлой серии я застрял? Теперь есть возможность тачку вытащить. Просто нажимаешь одну волшебную кнопочку, и она респаунится рядом с тобой. Так что это круто. Все, с тачки вылазим. Печка. Печечка, печечка. Ну, поскольку вот это мой дом, печку я тоже размещу внутри. Хотя это для плавки минералов. Нет, плавка минералов у нас будет на улице. Значит, чтобы сделать печку, нам нужно камень добыть. В большом количестве. Место есть? Место есть. Вот, смотри, минералы, как у нас в инвентаре выглядят. Похожи на разноцветную кокулю. Но не забиваем себе голову всякой ерундой. Идем искать камни. Ушел, значит, в лес. Нужна какая-то другая поляна. Блин, камни только здоровенные. Это какая-то печаль. Где маленькие камушки? Кто их стырил? Суслики что? Мое копье, прикинь, копье свое нашел, которое первое самое метнул. Забираем. Место есть? Место есть. Значит, его втыкаем вот сюда. Может, сейчас и параллельно поохотимся. Блин, Круголяна вернул. Камней нигде не нашел мелких. Ох ты ж, екарный. Волчацкую твою шкуру. Смотри-ка. Пришел. Долго звать даже не пришлось. Точнее, ждать. Короче, ладно. О, камень. Пожалуйста, вот тебе и камень. Вот еще камень. А я уж начал говорить, что камней нету. Да, вот они валяются здесь. Пожалюся. Главное, под ноги просто смотри и все. Короче, сделал еще одну кирку. Вот она. Так будет проще. Пойдем искать здоровенные камни. Сейчас их просто поломаем. Иусу. И будет у меня горсть маленьких камней. Сломали. Камушки. О, сколько здесь. Это хорошо. Все, камни навалом. Я думаю, что на печку должно хватить. Печка. Печуля. Размещаем тебя, значит, на улочке. Вот здесь вот. Пускай она будет здесь. Готовчинка. Печка есть. Теперь я могу здесь поплавить все минералы, которые у меня есть. Для этого нужно добавить дров немножечко. Дров у меня сколько? У меня здесь есть дрова? Значит, железо. Давай переплавим железо. Потом переплавим медную руду. И потом переплавим алюминий. Зажечь печь. Все, оно плавится. Зажигать будем зажигалкой. Кажется, потихонечку пошло все. О, работает печуля. Теперь мне нужно провести какие-то исследования. И улучшать свое оборудование. Для этого нам нужно создать верстак. Верстак где-то... О, какая кровать крутая. Вот он. Вот он верстак. Поставим его рядом с плавильней. Хлыбыщ. Ай, блин. Готов. Хочу сделать уменьшенный рюкзак, чтобы больше всего помещалось. Мне нужна натуральная шкура. Медведь. Волк. Или кабан. Где-то здесь волк ходил. Волчара. Позерный ты, волчара. Сейчас берем, значит, нашу вот эту чуду. Чудо-копье. И пойдем. Уже и ночь на дворе. Ночь на дворе. Где-то ж волк тут... Он, наверное, уже ушел. Он понял, что тут ловить нечего. Поэтому давай до свидули. Ну да. А, во. Он прямо на меня бежит. Ты что, прямо на меня бежишь? Хлыбыщ. Воткнулся. Ну-ка, стоять. Хотел меня сожрать, да? А будешь сам съеден. Берем копье. И... А, нет. Ножик. Достаем ножик. И снимаем с тебя скин. Места, конечно, маловато. Но думаю, что все будет... Ух, сколько мяса. Забираем мясцо. Шкуру. И кости. Шкура есть, но ее нужно... Обработать. Вот, смотри. Короче, вот такая вот шкура нам нужна. А чтобы ее сделать, нужно высушить шкуру животного. На чем-то. Вот она. Вот она, сушилка для кожи. Значит, нужна веревка и два бревна. Окей. Пойдем срубим дерево. И еще будем добывать веревку. Ух, как темно. Не, наверное, поспим. Да, наверное, поспим. Ложимся спать. Доброе, бодрое. Вам нужно есть или пить. В смысле? В смысле? А где... Подожди. Здоровье, спать, жажда... А, вот оно где. Жажда, белки, угли. Я вот на это вообще не обращал внимания. Значит, у меня есть вода. Сейчас. Сейчас пойду. Сейчас. О, здоровье начинает убываться. Блин, почему это не вынести вот сюда, на инвентарь игры? А не заходить каждый раз в сумку. Вода, значит, вот она. Пьем ее. Питье. Че там как? Во! Отлично. Все поднялось. Хорошо. Значит, продолжаем собирать принадлежности для нашей сумки. Будущей, которую мы сошьем. Нужно сурубить и древесину. Два бревна надо. Значит, теперь тут даже чересчур бревен. Можно немножечко и хатку подстроить. А то крыши нет, а дождь идет. Вот. Блин, какой тут туман прикольный. Очень интересно сделано. Все так переливается, играет на свету. Веревок понаделал. Пришлось немножечко руды здесь пораскидывать, потому что место, как всегда, в обрез. Получается, что у меня всего в достатке. Мы можем сделать сушилку. Наконец-то. Сушилку поставлю тоже вот здесь вот. Пускай тут стоит. Красуется. Со своими шкурами висящими. Теперь надеваем сюда шкуру. Как взаимодействовать-то? Вот. Шкура. А, нет. Шкура раз. Шкура два. Две шкурки. Нормально, пойдет. Собираю руду. И закидываю все в печь. Кстати, надо посмотреть, что там с прошлой рудой стало. Заходим в печку. Да. Получилось. Только положить некуда. Пускай в печке пока валяется. Так, а что происходит? Почему красное? Почему все красное? Сушится пока. Время идет. Значит, сейчас быстро посушится. А потом... Сколько там шкур надо для сумок? Для сумок. Три шкуры, чтобы сделать одну вот эту. Мне нужна еще одна шкура. А натуральных должно быть две вообще. Блин. Это получается, мне нужно еще четыре шкуры где-то добыть. Ну, что я тебе могу сказать? Мы потихонечку, помаленечку двигаемся верными путями. Так, я, кстати, хотел посмотреть, что там нужно для того, чтобы сделать стенку и крыши. Стенки, значит. Для стенок бревна пойдет. Гвоздей у меня достаточно. Ладно, давай сейчас быстренько сделаем тогда стенки еще. Делаем прихожку. Берем молот. Да стопить его и вода. У меня все равно там ничего нету. Пустой контейнер же. Делаем, значит, прихожку. Берем... Так, не понял. Вот, вот сюда вот делаем прихожку. Строится. Есть. Сюда нам нужна теперь дверь. Вот такая вот красота. Единственное, я не знаю, куда она будет открываться. Но думаю, что в правильном направлении. Все, строим. Сейчас проверим. Надо потом еще лесенку будет построить. Дверь открывается туда, внутрь. Ну, наверное, это даже к лучшему. Единственная проблема, это закрыть двери. Надо всегда подходить к этому значку белому. Теперь крыша. Давай ее сделаем. Хотя бы что-то. Чтобы где-то можно было нормально спрятаться от дождя. Вот. Уже как-то. Правда, дырки. Щели. Между бровей. Ну, нормально. Хоть как-то. А здесь у нас будет, получается, окошечко. Наблюдательный пункт. О, хорошо как. Ну, вот. Собственно, крыша над головой есть. Осталось только стеночки доделать. Сзади, спереди. Это, знаешь, у нас будет такой шаблонный дом. Моделька. Ой, щели-то, конечно, тут такие знатные, знатные. Ничего не скажешь. От зомбалей-то, конечно, не защитить дверь. Открывайтесь. Но начало положено, как говорится. Поэтому, если ты хочешь увидеть продолжение строительства этого дома. И как я тут выживаю. О, кстати, шкурки уже готовы. А, ладно, потом в следующей серии снимем. Подписывайтесь на канал. Не забывай ставить лайк под этим видео. Ну, а мы уже с тобой увидимся в следующих крутых роликах. Так что, до встречи.